Экс-премьер-министр Португалии Антонио Гутерреш во вторник приступил к исполнению обязанности генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Первый рабочий день Гутерреша начался с возложения венка в память о павших миротворцах. Бывшие португальские государственные деятель вступил в новую должность 1 января. На посту генерального секретаря ООН Гутерреш сменил Панги Муна, который возглавлял организацию два срока подряд – с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016. Кандидатуру Антонио Гутерреша на выборы генерального секретаря выдвинули летом прошлого года. 5 октября объявили о его победе в голосовании Совета безопасности. А 13 октября Генеральная Ассамблея избрала португальца на пост генерального секретаря ООН. Антонио Гутерреш занимал должность премьер-министра Португалии с 1995 по 2002 годы. Он также проработал в качестве верховного комиссара ООН по делам беженцев с 2005 по 2015. На новом посту Гутерреш намерен уделять внимание предотвращению военных конфликтов, преодолению кризисов и соблюдению прав человека во всём мире. Иракские военные открыли безопасный проход для гражданских из района Митак в Масуле. Правительственная армия продолжает прорываться вглубь восточной части города в попытке захватить главный оплот ИГИЛ в стране. Подразделения быстрого реагирования иракской армии проводят операцию в Митаке при поддержке коалиции с воздухом. «Мы продолжаем продвигаться в этом районе при поддержке иракской авиации. Мы открыли безопасные коридоры, чтобы семьи смогли уйти. Наше наступление продолжится, а враг уже дрожит». Бои ведут и в районе Карама. Там с боевиками сражаются элитные контртеррористические войска. К настоящему времени из города бежало уже более 114 тысяч гражданских. По данным ООН, в Масуле может оставаться ещё около полутора миллионов мирных жителей. Несмотря на ожесточённые бои, боевики исландского государства продолжают совершать теракты в других районах страны. Так, за последние четыре дня по меньшей мере два взрыва прогремело в Багдаде. В целом, атаки смертников, заложенные на дорогах мины, снайперы и бомбы – самые смертоносные приёмы ИГИЛ в процессе противостояния 100-тысячной армии Ирака. Вторая фаза наступления в Масуле началась на прошлой неделе после месячного перерыва. Армии удалось вытеснить боевиков из нескольких районов, несмотря на ожесточённое сопротивление. После освобождения восточных районов предстоит ещё захватить западную часть города. В настоящее время под контролем правительственных войск находится приблизительно четверть территории Масула. Министр Турции по делам ЕС Амер Чилик сказал, что его страна не может изменить антитеррористическое законодательство в соответствии с пожеланиями Брюсселя. Он ещё раз подтвердил то, о чём ранее говорили турецкие власти. Однако в этот раз поводом для заявления послужил теракт в стамбульском клубе Рейна в новогоднюю ночь. «Турция делит 1295 километров границы с Сирией и Ираком. Если у страны, которая столкнулась с подобной как в Рейна атакой, просить изменить антитеррористические законы, то это поставит под угрозу и Турцию, и Европу. Это неправильный подход». ЕС требует от Турции внести изменения в антитеррористическое законодательство, чтобы привести его в соответствие с аналогичными законами в Европе. Это одно из условий, на которых Евросоюз готов отменить для Анкары визы. Турция же настаивает, что изменить законодательство не может. Власти страны также неоднократно заявляли, что если безвизовый режим не введут, то они откажутся от договора с ЕС по приёму обратно высланных из Европы мигрантов. «Это стратегическое решение. Как суверенная страна мы хотим поддерживать безопасность и у нас, и в Европе. Мы не можем идти на компромиссы в вопросах безопасности». Тем временем власти Турции объявили, что установили личность мужчины, открывшего стрельбу в ночном клубе. Однако его имя пока не называется. За несколько недель до инцидента предполагаемый преступник перебрался из Сирии в Турцию. Он попал в объективы камер видеонаблюдения на автовокзале города Конья. Террорист, убивший 39 человек, по-прежнему на свободе. Ответственность за атаку взяла на себя запрещённая в России и других странах группировка ИГИЛ. В связи с терактом в турецком городе Измир задержали 20 предполагаемых сторонников исламского государства. Там же были изъяты поддельные паспорта и даже приборы ночного видения. Турецкие СМИ сообщают, что после атаки в общей сложности полиция задержала уже 36 человек. Представитель Великобритании в Европейском Союзе во вторник неожиданно ушёл с поста. Это произошло всего за три месяца до начала формальных переговоров о Брексите. Айван Роджерс сообщил, что уйдёт с должности раньше срока. Причин такого решения не назвал. Это уже вторая подобная отставка в свете британского референдума. В июне пост еврокомиссара покинул британец Джонатан Хилл. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявляла, что формальные переговоры о выходе страны из состава блока начнутся в конце марта этого года. Как предполагается, они будут самыми сложными в современной истории Европы. В ходе переговоров необходимо будет решить много вопросов. Сохранят ли британские экспортеры беспошлиный доступ на единый европейский рынок? Смогут ли британские банки обслуживать клиентов на материке и как будут обеспечены права многочисленных граждан ЕС, живущих на территории Великобритании? Айвана Роджерса на должность представителя Великобритании в ЕС в 2013 году назначил бывший премьер Дэвид Кэмерон. Роджерс – один из самых опытных британских дипломатов в вопросах взаимодействия с ЕС. Ранее он работал на Даунинг-стрит, в британском казначействе, в Еврокомиссии, в Сити-Групп и Барклис-Кэпитал. После того, как Кэмерон потерпел поражение на референдуме 23 июня, Роджерс раскритиковал премьера за недостаток упорства. По его словам, тот должен был активнее добиваться более выгодных условий членства страны в ЕС. Роджерс также предупреждал нынешний кабинет министров Терезы Мэй, что согласование торговых документов между ЕС и Великобританией может затянуться до середины 20-х годов. По его словам, в конечном итоге эти документы отвергнут в национальных парламентах. Пекин и другие города в северной и центральной части Китая в понедельник по-прежнему были окутаны густым смогом. В результате власти были вынуждены отложить десятки авиарейсов и закрыть ряд автотрасс. Пекинское городское бюро охраны природы объявило оранжевый уровень тревоги из-за загрязнения воздуха ещё на три дня. Ранее предполагалось, что к понедельнику смог рассеяться. Жители столицы говорят, что смог вызывает у них депрессию. «Никому не нравится смог. Смог вызывает очень негативные чувства. Мы очень переживаем. Мы каждый день читаем о смоге в соцсетях и в СМИ. И просто руки опускаются. Мы надеемся, что сможем видеть голубое небо. И что у нас будет хорошее здоровье». «Чувствую себя очень подавленным. У меня ребёнок, но он сидит дома и даже не может выйти, чтобы побыть на солнце. Это меня беспокоит. Везде серо. Не знаю, каким будет наше будущее». В отношении загрязнения воздуха в Китае установлена четырёхуровневая система определения. Наивысший уровень – красный – вводится, если смог держится более трёх дней. Оранжевые объявляют, если смог продолжается три дня, жёлтые – два дня и синий – один день. На прошлой неделе в воскресенье красный уровень тревоги был объявлен в 25 городах Китая. Были закрыты многие фабрики и школы, приостановлена работа на стройплощадках. Содержание частиц ПМ-2,5 в воздухе в некоторых регионах КНР может достигать нескольких сотен микрограммов на кубический метр. При этом по стандартам Всемирной организации здравоохранения, безопасным для здоровья считается уровень не выше 25 микрограммов на кубический метр. Власти Мексики объявили, что «Форд» возместит все расходы, которые были направлены на планируемое ранее строительство завода компании в мексиканском городе Сан-Луис-Потосе. Автопроизводитель отказался от планов возвести предприятие стоимостью 1,6 млрд долларов после того, как Дональд Трамп подверг компанию критики. Новоизбранный президент США также пригрозил, что «Форд» придётся платить высокие налоги за ввоз автомобилей, выпущенных в Мексике. Автопроизводитель теперь планирует расширять производство на заводе в Мичигане, создав там 700 новых рабочих мест. На своей странице в Твиттер Трамп приветствовал такое решение, отметив, что это только начало. Между тем, жители Сан-Луис-Потосе недовольны. «Мы всегда работаем так, как они хотят. Посмотрим, чем закончится строительство фабрики в США. И захотят ли американцы делать ту же работу. Конечно, это на нас очень сказывается, поскольку без работных был шанс получить работу. А теперь они потеряли эту возможность». «Это плохая политика. Дональд Трамп вмешивается в процесс глобализации компаний. Он хочет вернуть эти компании в США. И в некотором смысле для Мексики это плохо». Ранее Дональд Трамп также критиковал и другие американские корпорации за перенос производства в другие страны. Среди них United Technologies, Boeing и Lockheed Martin. По его словам, таможенные пошлины для таких компаний могут достичь 35%. Губернатор штата Сан-Луис-Потосе сказал, что согласно правилам расторжения соглашения, компания должна возместить все расходы правительства на проект. «Без сомнения, мы хотели бы, чтобы инвестиции принесли свои плоды. Мы понимаем, что рыночные и бизнес-планы компаний зависят от разных обстоятельств». В настоящее время американские компании могут ввозить в США произведённые в других странах автомобили благодаря соглашению о североамериканской зоне свободной торговли. В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал аннулировать этот договор. Уровень безработицы в Германии в декабре снизился больше, чем ожидалось. Таким образом, число нетрудоустроенных в крупнейшей экономике Европы опустилось до рекордно низкого показателя. Данные предоставило федеральное ведомство по вопросам трудоустройства. «Возросли уровни бытового потребления и общественного спроса. В декабре безработных было 2 млн 568 тысяч. Это на 113 тысяч меньше, чем годом ранее». Общее число безработных с учётом сезонных колебаний сократилось на 17 тысяч – до 2 млн 638 тысяч человек. Это сокращение оказалось намного более значительным, чем прогнозировали ранее. Скорректированный уровень безработицы составил 0,6%. Это самый низкий показатель со времени объединения Германии в 1990 году. «Средний уровень безработицы за весь 2016 год составил 2 млн 691 тысяч человек. Последний раз безработица была на таком низком уровне – в 1991 году». В 2016 году в целом трудоустроено было 43 млн 400 тысяч человек. Это рекордный показатель. Рынок трудоустройства процветает на фоне роста экономики, низких процентных ставок и увеличенных государственных расходов. Купия скелета Диплодока встречала посетителей Музея естествознания в Лондоне последние 35 лет. Но теперь её разбирают. Дипи, так называют этот экспонат, отправляется в турне по британским городам. На подготовку к путешествию уйдёт около года. Все хрупкие гипсовые детали скелета нужно будет аккуратно упаковать». «Это последний день Дипи. Утром мы начнём его разбирать. Мы уберём стеклянное ограждение. Начнём с хвоста, затем тела, затем шеи. В течение следующего месяца мы будем по очереди снимать каждую из 292 костей. Мы их почистим, осмотрим и упакуем». Скелет 4 метра 25 сантиметров в высоту и 21 метр в длину. Его представят в восьми британских городах. Турне будет продолжаться до 2020 года. Пока на место Диплодока временно поместят скелет голубого кита. Впервые Дипи попал в музей в 1905 году. Его подарил предприниматель Эндрю Карнеги. Своё место у центрального входа динозавр занял в 1979. Диплодоки обитали на Земле в поздний юрский период. Это около 150-147 миллионов лет назад. На этом кусте помидора – мучнистая роса. Так называется заболевание растений, вызванное микроскопическими паразитическими грибами. И чтобы в этом удостовериться, достаточно взять смартфон, открыть приложение Plantix и сделать фото. В течение нескольких секунд диагноз подтверждается. Это приложение разработал один из ганноверских стартапов. Предполагается, что оно умеет различать более 60 заболеваний растений, а также целый ряд паразитов и признаки нехватки у растения питательных веществ. «Это мобильный советник. С его помощью мы хотим помочь фермерам, сельскохозяйственной индустрии, садоводам-любителям определять болезни растений». Бета-версию запустили в июне 2015-го. С тех пор приложение скачали более 50 тысяч раз. Также было проанализировано более 100 тысяч фото. «Мы хотим, чтобы приложение было как карманный словарь – то, что вы берёте с собой в поле и используете в ту же минуту, чтобы оценить ущерб для растений. Если вы раньше поймёте причину проблемы и способы её решения, то сможете предотвратить распространение болезни». После того, как фото сделано и проанализировано, оно сохраняется на серверах в Ганновере. Система сама учится улучшать алгоритмы определения болезней. Она уже способна показать площадь распространения паразитов и даже делать определённые прогнозы. Теперь же технические специалисты думают, как увеличить масштаб охвата. «Вы можете поместить это программное обеспечение в любую систему с камерой и интернет-соединением. Это означает, что эту программу можно использовать в камерах, установленных на тракторах или на дронах, чтобы охватывать большие области». Пока наибольшей популярностью приложение пользуется среди садоводов-любителей в Германии, Австрии и Швейцарии. Но у компании большие амбиции. Приложение уже тестируют в Бразилии и Индии. В ресторане Лос-Анджелеса повар готовит традиционное блюдо. Это инджера – эфиопская лепёшка. Её делают из тефа – безглютенового злака, богатого белком. В США он стал популярной альтернативой пшеницы. А теперь, похоже, по спросу обгоняет и кино. Популярный псевдозлак также богатый белком. На полках магазинов органических продуктов в Калифорнии теф появляется в разном виде – как злак, мука, а также как добавка к смесям для приготовления блинов, каши, супов и пасты. Диетологи говорят, что теф богат протеином, клетчаткой, минералами, витамином С и кальцием. И что этих компонентов в нём гораздо больше, чем в других злаках. «Думаю, мы все немного устали от киноа. К киноа у нас везде. Мы готовы к переменам. Теф – это тоже безглютеновый злак. Теф существует давно, и я могу вам сказать, что у него много преимуществ перед аналогами». Считается, что теф, попадая в организм, высвобождает энергию постепенно. Марафонцы и тяжелоатлеты принимают его перед началом состязаний. «Его популярность в последнее время возросла, в основном, поскольку это безглютеновый злак. Сейчас он очень популярен». Этот эфиопский ресторан находится в центре Лос-Анджелеса, в районе, который называют «Маленькой Эфиопией». Инжера из тефа подаётся здесь как основа, которую отщипывают небольшими кусочками и окунают в разные закуски. Владелец заведения говорит, что теф пытаются выращивать и в США, но его вкусовые качества уступают эфиопскому. «Вкус отличается из-за почвы, в которой его выращивают. Можно сразу догадаться, какой теф вырастили за пределами Эфиопии». Эфиопия – родина тефа. Это высокогорная культура. Её выращивают на высотах до 2,5 километров над уровнем моря. Гигантскую работу предстоит проделать сотрудникам лондонского зоопарка. После новогодних праздников здесь начинается традиционная перепись животных. Перед смотрителями стоит непростая задача – выследить, а потом подсчитать обитателей зоологического парка. Их не менее 18 тысяч. «Это возможность зафиксировать, сколько животных обитает в каждом вольере. Проводить перепись – это одно из требований при лицензировании зоопарка». Во время переписи смотрители оценивают успехи за год в разведении различных видов животных, в том числе редких. «Важно разводить животных, которым угрожает исчезновение, таких как суматранские тигры. В этом году нам повезло – родились двое тигрят. В конце июня наша тигрица Мелати принесла детёнышей мужского и женского пола. Для нас это успех». Малышей назвали Ахиллес и Карис. Сейчас им уже по полгода. Тигрята чувствуют себя хорошо, но публики пока стесняются. Поэтому к оставленным угощениям малыши не притронулись. Их отведали грозный тигротец и бесстрашная сорока. Полным ходом идёт перепись и в других вольерах. Сотрудники зоопарка пересчитывают всех бегающих, ползающих и водоплавающих обитателей. В общей сложности здесь нашли кров. Более 700 видов представителей фауны. Полученная информация необходима для планирования различных международных программ по разведению животных, которым угрожает исчезновение. Вот так сосредоточенно и неспешно выбирают покупатели голубого тунца на токийском рынке Цукидзе. Однако сначала за товар необходимо предложить лучшую цену на аукционе. Первые в этом году рыбные торги открылись здесь в пять утра. В одном помещении сразу несколько продавцов. Страсти накаляются. Но лучший лот, как и предыдущие пять лет подряд, достается владельцу крупнейшей в Японии сети суши-ресторанов. За голубого тунца весом 212 килограммов Киоси Кимура заплатил 615 тысяч долларов. В Японии на первом рыбном аукционе года часто тунец продаётся намного дороже его реальной стоимости. Однако здесь считается, что такая покупка принесёт хорошую торговлю в новом году. Рынок Цукидзе – один из крупнейших в Японии оптовых рынков рыбы и морепродуктов. Его ежедневно посещают тысячи туристов. На своём нынешнем месте рынок возник более 80 лет назад. Однако токийские власти в 2012 году решили перенести его на новое место – в район Тайосу. Позже перенос отложился из-за опасений, что почва и вода там загрязнены токсичными веществами. «Надеюсь, Новый год внесёт ясность в вопрос о безопасности нового места и избавит нас от неопределённости». Между тем, многие торговцы и даже покупатели против переноса рынка. Одна из причин – отдалённость нового места. «Мне кажется, когда рынок на доступном расстоянии, это лучше для всех». «Расположение неудобное. И так много проблем проявилось. Так что я против переезда». Мэр Токио заявила, что результаты анализов почвы и воды в районе Тайосу будут обнародованы в середине января. Она также надеется, что к концу года вопрос о переносе рынка будет решён окончательно. Группа выпускников Нидерландского технологического университета Делфта разработала метод чёрно-белой печати на бумаге без использования расходных материалов. Чернила или порошок не нужны. Они говорят, что уже через несколько лет технологию начнут использовать в промышленности. Принцип нового принтера таков – пучком лазера инфракрасного диапазона надпись на бумаге выжигается. Разработал метод выпускник Вен Чандрасакар, выходец из Индии. «Мы применяем энергию лазера, и цвет бумаги изменяется. Последние несколько лет мы работали над качеством цвета. Теперь цвет такой же чёрный, как после обычного принтера». Наверное, все в школе экспериментировали с выжиганием при помощи лупы и солнечного света. Этот принтер работает по тому же принципу. Единственная разница в том, что исследователи нашли баланс между интенсивностью лазера и структурой линз. Таким образом, процесс так называемой карбонизации выглядит, как обычная печать на принтере. Исследователь университета Аурелли Адам говорит, что никогда ранее такую технологию не тестировали. «Лазер должен быть очень направленным. Мы достигаем этого, разрабатывая очень сложную оптическую систему. Кроме того, интенсивность света должна быть высокой в центре и слабой по бокам». «Исследователи надеются, что их технология в будущем будет использована в промышленности, а также большими издательскими компаниями. В этом случае удастся сократить расходы на картриджи для принтеров и ущерб для окружающей среды. Ну а главное, такой принтер никогда не исчерпает свои способности печатать». В свои почтенные 105 лет француз Робер Маршан со спортом на «ты». И доказательство тому – очередное достижение. Пожилой спортсмен за час проехал на велосипеде 22 километра 528 метров. В его возрастной категории это рекорд. Причём велосипедист утверждает, результат мог быть ещё лучше. «Я не заметил сигнала, что осталась минута, иначе поднажал бы на педали». К рекордам Маршану не привыкать. Один он установил в 100 лет, став самым быстрым велосипедистом для своего возраста. В 102 года – следующее достижение. За час спортсмен проехал по велотреку 27 километров. Перед нынешним заездом Маршан тренировался полгода. «Каждое утро он проводил полчаса или час на велотренажёре, делал различные растяжки и другие упражнения». Робер Маршан родился в 1911 году на севере Франции. На велосипед впервые сел в 14 лет. Однако серьёзно увлёкся велоспортом в 67. В будущее смотрит философски и достигать новых рекордов пока не планирует. Ни ледяной ветер, ни температура воздуха около минус 10 градусов по Цельсию не пошатнули решимость этих смельчаков. В китайском городе Харбини прошли традиционные заплывы на скорость в местной реке. Соревнуются около 400 энтузиастов из 34 сообществ маржей. Участники не только из Китая, есть и иностранные гости. Харбин – один из самых холодных китайских городов. Здесь купание в ледяной воде в зимнее время – популярный вид оздоровления. «В нашем городе Дацин вода только стоячая, проточной нет. Чувствую большой заряд энергии, поплавав в проточной воде. Я в восторге и счастлив. Ощущения в теле непередаваемые». «Зимнее купание – это испытание. В ходе этого мероприятия мы усиливаем нашу способность преодолевать трудности. Здесь собралось много любителей зимнего плавания. От этого наше настроение повысилось, а здоровье укрепилось». Этот заплыв стал открытием ежегодного фестиваля «Снега и льда», который проходит в Харбине. Он будет продолжаться до 25 февраля, и включит выставку гигантских ледяных скульптур. Любители фитнеса Лос-Анджелеса получили возможность вместо рутинных тренировок с головой окунуться в мир Болливуда. Танцы в стиле индийского кино, но со спортивным уклоном на пике популярности. Подобные тренировки предлагают в местных танцевальных классах и фитнес-студиях. Занятия включают повороты, растяжки и прыжки. И всё это с присущими индийскому кино мимикой, жестами и эмоциями. «Болливуд – крупнейшая индийская индустрия кино. В каждом индийском фильме удивительные танцевальные сцены. Это отличные танцы, которые пришли из индийской культуры». Тренировки проводит Ачинто Макдэниел. Говорит, такие занятия – отличная кардиотренировка. Пульс ускоряется, работает много групп мышц. Всё задействовано одновременно. И в этом процессе можно также получать удовольствие, представляя себя звездой Болливуда. «Это не сравнить с часом тренировки на беговой дорожке или арбитреке. Вот почему людей это привлекает. Это спортивная тренировка, но она не похожа на поход в спортзал». Тренер также говорит, что такие занятия – способ снять напряжение. «Я постоянно кричу, и мне остаётся ничего, кроме как входить в образ, спотеть, кружиться, прыгать, поворачиваться, закручиваться, изгибаться и подпевать». Студия находится недалеко от театра «Долби», где проходит церемония награждения премии «Оскар». Сюда нередко приходят профессионалы в индустрии. Например, Армандо танцует в сценической версии диснеевского хита «Холодное сердце». «Это более интенсивная кардио-тренировка, чем в других танцевальных стилях. Здесь много движений руками, ногами, вообще много движений, пульс ускоряется». На занятиях всех участников стимулируют расслабиться и полностью отдаваться заводным индийским ритмам. Наблюдать за полярным сиянием из домика со стеклянным куполом – что может быть удобнее. Однако долго сопротивляться сну в тёплой кровати может не каждый. И в финском отеле в Лапландии нашли выход. Теперь появление природного светового шоу отслеживают специальные сотрудники. Удостоверившись в том, что свечение началось, наблюдатель будет постояльцев. Сигнал слышат только те, кто заранее заказал эту услугу. «Я жду, когда сияние станет сильнее, а потом бужу людей. Иногда я стою здесь целый час и жду, когда же свечение усилится». Полюбоваться на природное явление приезжают со всех уголков земли. Для туристов из Сингапура полярное сияние – настоящая экзотика. «Мы увидели сияние, и оно великолепно. Многие наши друзья приезжали сюда в последние два года, и нам захотелось самим на него посмотреть». Первые домики со стеклянной крышей появились здесь три года назад. Сейчас их уже 30. Владелец отеля уверен – полярным сиянием нужно полюбоваться хотя бы раз в жизни. «Это настолько чистая вещь. Невозможно подделать северное сияние, и людям просто нужно такое увидеть». Работники отеля и сами стараются не пропускать возможность насладиться световым шоу в земной атмосфере. «Увидев северное сияние, мы останавливаемся и смотрим, потому что оно никогда не бывает одинаковым». Полярное сияние можно наблюдать в Лапландии в период с середины августа до начала апреля. В городок Ро-Ванейми ежегодно приезжают почти полмиллиона туристов. Северное сияние возникает в верхних слоях атмосферы, обладающих магнитосферой, которые взаимодействуют с заряженными частицами солнечного ветра.